добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы сегодня у нас недельная голова хаей сара жизнь сары написано пришел о врагам справить траур по жене своей модель похоронить и он хочет купить пещеру махпила собственность для погребения он обращается к жителям страны где он живет просит чтобы они обратились к фрону сыну цахара хиту чтобы он продал ему пещеру то что в конце его поля за полную стоимость пусть она даст говорит очень важно что а врагам хочет именно купить эту пещеру а не просто взять в подарок потому что слова их ничего не стоит сегодня они дали как они обещают а завтра забыли тем более если дети придут ему нужно чтобы это была покупка эти люди говорят господин наш вождь всесильного ты среди нас он не как царь вообще он и священники царю них он все они его любят уважают или говорят бери лучшие наши гробницы хорони умершую твою не думай ни о чем он говорит просит их именно чтобы они замолвили за него слова эфрону сыну цахара они понимали что эфрон почему какой-то причине хочет отдавать пещеру но они решили так назначили ему должность большую его хозяином этого места они его признали эти жители стали лишь бы он разрешил он говорит я хочу поговорить с а врагам он говорит господин мой хорони твою умершую что эта земля в 400 шекере серебра между мной и и написано что и понял о врагам эфрона и дал ему 400 шекелей больших шекелей серебряных принимаемых торговцами и мудрецы говорят стоимость этого поля с пещерой совсем было 25 серебряных шекелей но эфрон воспользовался ситуацией и поступил как грабитель просто умножил 16 раз и сказал так как будто он он дарит а на самом деле не дает ничего если бы он хотел сделать джесс доброй воли хотя бы отдал по той цене что она и стоит а врагам эту пещеру хочет купить потому что он когда принимал путников он гнался за теленком которого хотел им приготовить теленок забежал в пещеру махпила и он увидел что пещера светится и он понял что весь похоронены первые люди адам и хава и он хочет эту пещеру собственно это погребение если бы эфрон тоже это видел неизвестно с чем это бы кончилось в общем а врагам уплотил и написано и стала пещера махпила и поле и деревню я в нем как покупка в лозах хитов теперь это уже покупка после этого а врагам похоронил цару жену свою интересно что всевышний забирает букву в из имени эфрон это означает что он был наказан потому что он ограбил праведника в данном случае так он поступил и он в конце концов стал нищим вот так то есть так пишет наш мидраж что вот такой поступок чем это закончилось а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души владир бен григорий фейк аббат исраэль павел бен эфим самуил бен герш хаймалк аббат йосель мир аббат аврагам роза бот михаэль памяти ури бен харитон мендель бен мендель яков бен нохум за здоровья светлана бат кларо шуман бен и цхак борис бен мария а на бат ривка аппарата рафари лен олова цветлана ясси д forget с аппú стана тани вод фри да и из ров будет риво ва Продолжение следует... Крепчайшего здоровья и пусть закончится эта страшная война. До следующих встреч. Надеюсь, настоится завтра в 15.30. Шалом!